Здравствуйте, уважаемые коллеги. Рада приветствовать вас сегодня. Разрешите представиться еще раз. Меня зовут Ольга Николаевна Магонова. Я являюсь педагогом-психологом Центра дополнительного образования. С детками ОВЗ мы работаем уже более пяти лет и работаем как дополнительное образование, не как основное. И использование методов арт-терапии в работе с такими детками, оно наиболее эффективно. Поэтому сегодня я решила с вами поделиться нашим опытом. Ну и давайте начнем немножечко с теории. Ребенок, как писал великий русский педагог Ушицкий, мыслит формами, красками, звуками и ощущениями вообще. Ну давайте опять же поговорим немножечко о теории и дальше будет наш вебинар посвящен практике. Арт-терапия это лечение искусством или творчеством. Искусство развивает и воспитывает человека, позволяет его разобраться в себе. Какая же цель у нас арт-терапии? Терапевтическое воздействие при решении внутренних психологических конфликтов, проблем коммуникации, социализации детей с ограниченными возможностями здоровья. Мы знаем, что у нас детки с ОВЗ, у них затруднена адаптация и затруднена социализация. Именно так, сейчас минутку говорят, чтобы уменьшить микрофон. Так, минуту сейчас. Так, Татьяна Викторовна, сейчас минутку попробую, говорят, что фонит, поднастроить микрофон. А вот так вот, кто-то пишет, что нормально. Скажите, пожалуйста, хорошо? Так, говорят, что хорошо. Все. Применяется такой метод при проблемах эмоционального нарушения. На данный момент, наверное, те, кто работает в сфере образования, это, естественно, наверное, большая часть тех, кто слушает меня сегодня, понимает, что сейчас в общие группы, так как коррекционные группы почти везде убраны, приходят детки и с аутизмом, и с задержкой умственного развития, с нарушением речи, слуха, также двигательных функций. Все детки УВЗ у нас на данный момент могут и обучаются в общеобразовательных и просто в образовательных классах и группах. Извините. И за счет этого каждый воспитатель, каждый учитель должен знать, как работать с такими детьми. Арт-терапия – это одна из наиболее удобных форм работы с детками СОВЗ. Почему мы сейчас с вами разберем? Давайте разберем тот момент, виды каких психотерапевтических техник у нас есть. Есть вспомогательные техники, есть лечебные техники. Вспомогательные техники именно их используют педагоги, воспитатели на своих занятиях. Лечебные техники – это уже более глубоко используется арт-терапия. Там у нас используют уже психотерапевты, которые конкретно занимаются этой темой более глубоко. Также существуют как активные и пассивные. Активные – это когда у нас сам человек создает какой-либо продукт деятельности арт-терапии, после чего педагог или психолог или же воспитатель работает именно с этим произведением, которое сделал сам ребенок, либо клиент. А пассивные – это когда у нас клиент или ребенок непосредственно наблюдает за каким-либо произведением искусства, и после чего точно так же проводится работа с этим произведением. Еще техники могут быть групповые и индивидуальные. Групповые, естественно, это проводится в группе, индивидуальные – это непосредственно с самим клиентом. Арт-терапия чаще всего как отдельная техника проводится в специально оборудованном помещении, оно должно быть оснащено, но, к сожалению, не все могут получить такое оснащение, поэтому мы можем использовать отдельные элементы, отдельные методики, и они тоже будут давать свой эффект. Коррекционное занятие обязательно осуществляется при непосредственном контакте с арт-терапевтом, то есть это не может быть какое-то заочное общение, какая-то переписка и так далее. Совместная арт-терапия включает в себя не только живопись, рисунки, но и другие методы. Сегодня мы с вами тоже о них поговорим, я немножечко расскажу. Но при этом могут использоваться рисунок, живопись, графика, скульптура, чеканка, фотография. Кстати, работа с фотографиями тоже дает очень хороший эффект. И также изготовление изделий из меха, кожи, ткани, и в качестве материала могут быть и как природные, так и искусственные материалы. Мы знаем уже с долгих времен, что природные материалы тоже дают свой эффект при работе с ними. Давайте начнем с первого момента. У нас арт-терапия выполняет множество разнообразных функций. Эти функции важны как для каждого участника арт-терапевтического процесса, так и для арт-терапевта. Какие же функции у нас выполняет арт-терапия? Она способствует самовыражению человека. В невербальной форме позволяет ему работать со своими мыслями и чувствами, которые кажутся непреодолимыми. Наше подсознание при работе с арт-терапией выходит на новый уровень, выходит из подсознания. Также арт-терапия представляет возможность для выражения агрессивных чувств в социально приемлемой форме. Это является наиболее безопасным не только для детей с УВЗ, но и для детей с нормативным развитием. Немножечко отвлекусь, все эти техники можно использовать не только с детками с УВЗ, но и для детей с нормативным развитием. Способствует арт-терапия у нас еще упорядочиванию внутреннего хаоса, возникновению чувства внутреннего контроля и порядка. Когда человек рисует, когда он выражает свои эмоции в какой-либо одной из арт-терапевтических техник, он как бы складывает все по полочкам, и у него появляется некоторый порядок и контроль. Также арт-терапия выполняет функцию отвлечения и занятости. В этот момент, естественно, ребенок или клиент чем-то занят, и он отвлекается, возможно, от какой-то травмирующей ситуации, что тоже немаловажно. Ребенок позволяет выработать психологический ресурс и разрешить актуальные проблемы, потому что выражая те или иные свои эмоции на, допустим, холсте, если это изотерапия, ребенок решает свои проблемы, он смотрит на них со стороны. Также развивает и усиливает внимание к своим собственным чувствам и формирует уверенность в себе, самодостаточность, умение различать проблемные ситуации, понимать чувства других и так далее. Также проявляет гибкость в поиске решения. Рассмотрев все эти функции, можно сделать вывод, что человек выражает себя, выражает свой внутренний мир и развивающую функцию он развивает свои психические процессы. При этом при некоторых методиках арт-терапии он развивает не только психические процессы, но и мелкую моторику. Это связано с тем, что арт-терапия придает человеку, принимающую в ней непосредственное участие, придает уверенность в своих силах и возвращает ощущение самоценности. Сейчас во многих городах, наверное, есть именно по изотерапии, такие студии, куда человек приходит, совершенно не умеющий рисовать. Вы, наверное, слышали многие о правополушарном рисовании, где при помощи определенных техник человек учится рисовать картины, картины довольно-таки красивые. При этом человек садится и берет кисточку, ну там не первый раз в жизни, но он совершенно, допустим, не рисовал до этого. При этом у него получается нарисовать очень хорошо. Еще одна особенность арт-терапии – это длительность воздействия. Зачастую она имеет как бы отсроченный эффект. Здесь у нас ребенок или клиент нарисовал что-либо, и после чего этот рисунок все равно остается у него в памяти. Он продумывает его, как бы обдумывает и находит пути решения уже даже после того, как он ушел с самого занятия. Как же строится, на каких принципах строится психолого-педагогическое сопровождение арт-терапии в группах детей с ОВЗ? Это развитие отдельных психических процессов через перестройку и развитие мотивационной сферы. Так, ну, тут я вижу вопросы, немножечко отвлекусь. Вопросы. Задавайте, пожалуйста, в папочку «Вопросы», чтобы по окончанию вебинара я могла на них ответить. Сейчас во время лекции не буду на них отвлекаться, поэтому, пожалуйста, давайте в ту папочку, и в конце лекции я какие вопросы смогу отвечу, на какие не смогу, потом уже, допустим, в частном порядке можно будет, наверное, как-то это обсудить. Ну, и давайте вернемся к нашим принципам. Это организация, развивающая работу, строится на основе индивидуального подхода и учитывая зону ближайшего развития ребенка. Мы знаем, да, что сейчас наше образование направлено на индивидуализацию образования, извините за такое образование образования, но это действительно так. Дети с ОВЗ требуют более четкого и более точного, более четкой и более точной программы для своих занятий. Мы знаем, да, что у таких деток существует определенная задержка каких-то моментов в развитии, поэтому мы обязательно должны опираться на зону ближайшего развития, и также занятия должны проходить в игровой форме с целью стимулирования заинтересованности участников. Игра для ребенка и для даже, ну, уже подростка, она более интересна, чем какие-то упражнения. Также обязательно доброжелательные и дружелюбные отношения с детьми, а также недопустимо порицание на неуспех, да, когда мы работаем, мы должны хвалить, даже если у ребенка что-то не получается, мы должны найти плюсы и отметить плюсы. Чем же определяется выбор методов и приемов арт-терапии? Он определяется возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями детей. Как я уже говорила ранее, да, мы должны индивидуально подходить к каждому ребенку, а также их интересами и склонностями. Вот если касаемо, допустим, деток с аутизмом, мы знаем, что многие детки, допустим, не, у меня есть такой ребеночек, он не приемлет работу с песком, ни в какую мы не подходим к песку, соответственно, эта техника с ним не применима. Также с их особенностями и степенью отклонений в их развитии, с целями и задачами коррекции, естественно, спецификой воздействия каждого из видов искусства, да, на что у нас воздействует тот или иной метод. Также формами организации художественной деятельности, объемом и качественной художественной информации и мастерством арт-терапевта или педагога, да. Допустим, если какую-то технику у нас педагог самостоятельно не может выполнить, то, естественно, он в силу своих, ну, своей невозможности это выполнить, он это и не делает с детьми. Существует большое разнообразие методов и подходов арт-терапии в работе с детьми, но и давайте остановимся на наиболее часто используемых. Первый – это изотерапия. Терапия изобразительным творчеством, в первую очередь рисование. Изобразительная терапия, с одной стороны, это метод художественной рефлексии, с другой стороны, это технология, которая позволяет раскрыть художественные способности человека, опять же, в любом возрасте, и чем раньше, тем это лучше. С третьей стороны, арт-терапевтический метод – это метод, с помощью которого можно корректировать ощущения, какая из работ особенно нравится и почему, и как изменилось внутреннее состояние, допустим, при определенном восприятии той или иной, того или иного восприятия картины. Как же проходит весь этот момент изотерапии? Здесь в процессе и результат рисования должен анализироваться по следующим параметрам. С какой скоростью у нас ребенок или клиент заполняет лист? Происходит как это, насколько быстро? И также необходимо отметить характер линий и форм, которые изображены на рисунке, и какие преобладают цветовые тона. Но, опять же, нужно учитывать момент, допустим, мы знаем, что темные тона, здесь следует обратить внимание и семье, и самому педагогу на то, что ребенок, возможно, имеет какие-то тревожные состояния. Но нужно смотреть, как я уже говорила, что темные цвета могут быть отголоском внутренних проблем. Яркие краски выражают творческое начало в позитивное эмоциональное состояние. Также необходимо отметить цвета и их расположение, так как игра красок – это свой особый индивидуальный язык. Здесь нет никаких установленных правил. И, скорее всего, чаще всего изотерапия – это рисунок души. И изотерапия включает в себя следующие моменты. Это первое – изотворчество. Изобразительная арт-терапия включает в себя изотворчество. Давайте определимся с вами, что такое изотворчество. Для проведения такого занятия необходимо подготовить краски, музыкальные аудиозаписи и листы бумаги. Сначала для каждого ученика заготавливается по одному отдельному листу, а на следующих занятиях уже, допустим, один лист на двоих, потом один лист на четверых, на восьмерых. И мы уже индивидуальные моменты включаем как бы в парные, потом в групповые. Каждый раз с увеличением группы увеличивается и размер листа. Об этом тоже необходимо помнить. При этом детям предлагается общаться только при помощи красок. Перед началом рисования ведущий проводит определенный психологический настрой, затем все участники начинают рисовать. Ничего не планируя, спонтанно в рисунке не должно быть никакого реализма, то есть должна быть абстракция, которая выражает то, что участники чувствуют во время психологического настроя. При этом участник старается рисовать ни о чем не думая и как бы не спрашивая себя, что он изначально задумал. После чего у участников уточняется, как удалось передать свои чувства, состояние, цвет и движение, и что чувствовал человек во время рисования. Очень часто дети говорят, что, допустим, мне там кто-то мешал, мне было некомфортно и так далее. На это тоже следует обращать внимание. Следующее – это свободное рисование. Каждый рисует, что хочет на заданную тему. Здесь уже рисунки выполняются индивидуально, но разговор по окончании работы происходит в группе. На рисование у нас выделяется примерно 30 минут. Затем работы как бы вывешивается, и начинается беседа. Сначала рисунки высказываются все члены группы, а потом автор. Но здесь необходимо учесть такой момент, чтобы дети ни в коем случае не высказывали негативно, настроить детей на тот момент, что мы высказываем только позитивные моменты, чтобы не обидеть автора данного рисунка. Следующий вид изобразительной арт-терапии – это у нас коммуникативное рисование. Здесь группа делится на пары. У каждой из них свой лист бумаги, на котором совместно выполняется рисунок, опять же, на определенную тему. При этом, как правило, вербальные контакты должны быть исключены. И здесь, когда происходит исключение вербальных контактов, участники начинают общаться при помощи линий и красок. После окончания также проводится педагогом беседа. При этом анализируются не художественные достоинства того или иного участника, а те мысли и чувства, которые возникали у детей в момент рисования, в момент хода работы. Следующий вид – это совместное рисование. Несколько человек или вся группа молча рисует на одном листе. По окончании работы анализируется участие в ней каждого члена группы, кто участвовал больше, кто меньше. И также здесь можно смотреть на то, как включен ребенок в группу, как принимает его группа, что немаловажно. Здесь также необходимо отметить, как ребенок выстраивает отношения с другими детьми, как он начинает рисовать. И, опять же, возникает такой момент, сколько ребенок занимает места на листе. Также здесь, после чего, если педагог замечает какие-то моменты, которые его настораживают, то, возможно, уже консультация непосредственно с психологом индивидуальная. Следующий вид – это дополнительное рисование. Каждый ребенок, начав рисовать на своем листе, посылает свой рисунок по кругу. И круг, то есть дети, находящиеся в круге, как бы дорисовывают его рисунок, после чего с автором, с каждым из детей, каждый, кто что-то дорисовал, проводится беседа, насколько комфортно было, получилось ли то, что хотел ребенок, и также его чувства и то, как он себя чувствовал. Как я уже говорила, существует активное из-за творчества и пассивное. Это я вам рассказала немного об активном. Также существует пассивное. Это уже работа с готовыми рисунками. Здесь могут демонстрироваться все рисунки одновременно. Также они просматриваются, сравниваются, находятся совместными усилиями, находится общее и индивидуальное содержание. Также анализ каждого рисунка отдельно, как я уже говорила, переходит из рук в руки, и каждый из участников высказывается, что ему нравится, чтобы он изменил на этом рисунке. Но опять же повторюсь, что все должно быть так представлено, чтобы не было негативных отзывов. Также для правильной интерпретации рисунков детей необходимо учитывать следующие условия. Уровень развития изобразительной деятельности для ребенка, каждого из детей. Для этого необходимо посмотреть рисунки, которые ребенок выполнял ранее. Возможно, у него тогда были, ну, на данный момент не так развиты творческие способности, а мы будем требовать от него именно этих, как бы, художественных способностей. Также необходимо учитывать следующие условия. Условия особенностей самого процесса рисования. Выбор содержания, соответствует ли теме, сохранена ли тема на протяжении процесса рисования, или она трансформировалась. Почему? Потому что многие темы, многие, извините, дети, начинают рисовать по одной теме, а в итоге у них получается совершенно другое. Немаловажно тоже отметить этот момент. И также немаловажно отметить последовательность изображений, как проявление гиперактивности. Мы знаем, что гиперактивные дети здесь чуть-чуть рисовали, там чуть-чуть рисовали, и, можно сказать, как бы прыгают по листу. При анализе рисунков уровень изобразительной деятельности и умений во внимание не принимается. Мы обращаем на него внимание, но мы не оцениваем тот момент, как нарисовал рисунок наш ребенок. Речь должна идти лишь о том, как при помощи художественных средств, то есть цвета, формы, размера, передаются эмоциональные переживания ребенка. Мы знаем, что при помощи цвета можно узнать очень многие моменты. Ну, давайте поговорим с вами еще, какие могут быть применены техники. Первая техника – это работа с глиной. Сейчас немножко отвлекусь. Да, будет и о музыкальном воспитании, и о театральном, но немножко позже. Работа с глиной. Или же работа с тестом. На наших занятиях детки активно используют работу с глиной. Это просто лепка. Вот на данных слайдах представлены эти работы. Или же тестопластика. Что у нас происходит здесь? У нас здесь происходит развитие мелкой моторики. При этом, если касаемо выбора того или иного материала, тесто является самым удобным, могу сказать, из практики. Почему? Оно мягче, либо же это должен быть очень мягкий пластилин. Потому что глина и обычный пластилин не всегда подвластны деткам, особенно у которых, допустим, ДЦП и ручки не совсем хорошо работают. При этом, тесто, оно более гибкое, более мягкое и наиболее удобно в использовании. Также, работа с лыком, если есть такая возможность, то это очень удачный материал для деток. Он им, опять же, очень нравится. Также, работа с природными материалами. Но на некоторых я не буду сильно долго останавливаться, так как это всем известно. Просто я напоминаю эти моменты. Следующая очень удачная техника – это работа с бумагой и салфетками. Слева мы видим изображение, допустим, дерева. Чем удобна именно эта работа с салфетками? Здесь ребенку не нужно вырезать определенные линии. Мы знаем, что детки с УВЗ не все хорошо владеют ножницами. Да, учиться этому нужно, но на первых порах можно предложить ребенку как бы нарвать эту салфетку и получить определенную аппликацию, как мы видим слева. Справа – это уже более такая сложная работа для деток с УВЗ. Здесь мы уже вырезаем по шаблону. Здесь мы уже пользуемся ножницами. Это точно так же. В левом верхнем углу здесь мы катаем шарики и делаем аппликацию развития нашей мелкой моторики. Опять же, фото здесь использования у нас природного материала. Что нам дает данная техника – это наше воображение. Детям предлагается природный материал в виде листов, после чего ребенок должен изобразить ту или иную эмоцию. Также возможно рисование. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, извините, пожалуйста, какие-то перебои. Подскажите, пожалуйста, сейчас меня хорошо видно и слышно. Так... Все пишут, что да, хорошо. Ну, давайте продолжим с вами этот момент. Это рисование различными материалами. Допустим, штамповка фруктами и овощами. Здесь у нас могут это делать очень маленькие детки. Почему? Очень удобно. Потому что мы предоставляем ребенку как бы штампик, он наносит краску и появляется определенный рисунок. Дети чувствуют себя художниками. Это необходимо для поднятия их самооценки. Также можем вырезать какие-либо штампы из губок для мытья посуды и используя, допустим, отпечатки листов, что тоже очень интересно детям. Следующий момент это рисование пены или рисование на пене. Тоже дети очень любят воду. Это приятно и интересно. Но, опять же, нужно быть аккуратными при том, когда дети работают с водой. Ну, технику безопасности рассказывать не буду, но на это тоже следует обратить внимание. Следующая очень интересная техника это рисование на пене для бритья. Наверное, многие из вас слышали о такой технике, как Эрбу. Это почти то же самое, можно сказать, только в более облегченном варианте, в более дешевом. Здесь ребенку дается слой пены для бритья, даются краски и предлагают тоже нарисовать определенную абстракцию. Вот на рисунке мы видим, да, сделаны капли красками, после чего эти краски соединяются. И ребенок получает определенный рисунок. Следующий момент очень интересная техника. Очень нравится детям. Но тут тоже следует обращать внимание на то, что при применении техники кликсографии необходимо объяснить ребенку, что ни в коем случае мы воду, которая набирается у нас в трубочке, не глотаем. Как же происходит эта техника? Здесь берутся трубочки коктейльные, набирается немножечко краски, и ребенок как бы делает плевок. Здесь у нас идет и выражение агрессии социально приемлемым способом, и также определенное творчество. Вот мы видим несколько вариантов. Первый вариант это из клякс у нас сделаны цветы, да, потом дорисованы. Второй вариант это просто так называемая абстракция. Здесь ребенку можно предложить сказать, что давай изобразим с тобой салют, конфетти и так далее. Следующий момент это рисование свечкой. Данную технику я использую лично на занятиях, опять же, либо совсем маленькими детками, либо с детками, у которых нарушена координация и нарушена возможность рисовать. Что здесь делаем мы? Берем белый лист бумаги, либо же, ну, ватмана, то, на чем рисуем. Лучше, если это будет бумага для акварели, так как она от воды как бы не тает. Мы рисуем свечкой определенный рисунок. Вот слева у нас нарисован аквариум, справа у нас нарисован зайчик. Мы рисуем свечкой, после чего берем, она, естественно, не видна на нашем рисунке, после чего берем, предлагаем ребенку кисточку и краски, и ребенок как бы закрашивает лист, после чего начинает проявляться наш рисунок, и его уже непосредственно видно. Это вызывает у детей определенный восторг. Они начинают чувствовать себя художниками, и они как бы видят определенный уровень волшебства. Это волшебно для них. Данные рисунки им очень нравятся. Следующая техника – это рисование картины с солью. Здесь мы можем просто насыпать соль, и будет происходить такое смешение красок, определенная диффузия. И данная методика тоже очень нравится деткам. Либо же мы предлагаем, как справа, шаблон. Шаблон, нарисованный клеем ПВА. И предлагаем его просто раскрасить. Следующий момент очень интересный, опять же, для детей, у которых не совсем хорошо работают руки, не совсем хорошо развита мелкая моторика. Это рисование втулками. Здесь используются втулки либо от полотенец, обычные бумажные круглы. Как мы это используем? В интернете очень много видео. Я расскажу саму технику. Мы берем втулку, нарезаем ее как бы бахромой с одной стороны, с другой стороны у нас остается неразрезанная втулка. И ребенку предлагается помазать вот эту бахрому краской, после чего сделать отпечаток на листе. Слева мы видим с вами, да, у нас сделана птичка, справа у нас снеговик. После того, как ребенок сделал отпечаток на листе, совместно с ребенком, либо же педагог, если ребенок не может это сделать самостоятельно, мы дорисовываем наш рисунок, да, включаем фантазию, и, допустим, вот слева из отпечатка втулок мы сделали рисунок птички, дорисовали глаза клювик, веточку, лапки. Справа у нас снеговик. Здесь можно также, как и на рисунке, добавить какие-то элементы декора, либо сделанные из пластилина, либо же какие-то, ну, покупные моменты, элементы, купленные в магазинах. Следующее – это работа с цветным и кинетическим песком. Все, наверное, помнят рисование, когда смешивают гуашь с ПВА, рисуют и посыпают крупой, допустим, манной. Почти точно такой же вид техники у нас имеет работа с цветным песком, да, мы клеим ПВА, красим наш лист, и после чего посыпаем песком. Лишний песок у нас сцепается, и получается цветная картинка. Работа с кинетическим песком – это та же самая лепка из песка. Здесь у нас идет развитие мелкой моторики. Еще очень такая хорошая техника, тоже очень нравится детям, всегда дети отмечают, ну, вот прям на каждом занятии, что так приятно кисточкой водить по ладошке. А здесь у нас рисование ладошками. Мы детям предлагаем раскрасить ладошку в любой понравившийся цвет, сделать отпечаток, а потом включаем нашу фантазию и уже непосредственно додумываем тот момент, кем же будет наш отпечаток, кем же будет наша ладошка. Здесь у нас слева изображены черепашки, справа у нас изображены два дерева. Тут ребенок включает свою фантазию, додумывает и дорисовывает свои рисунки. Справа это у нас рисование либо большим пальцем, мы сначала делаем отпечаток руки, после чего мы делаем отпечатки большим пальцем, либо же указательным пальцем. Здесь у нас идет непосредственный контакт кисточек и красок с ладонью, за счет чего у нас идет развитие. Как я уже говорила, что детям очень нравится. Во-первых, не всем детям, как мы знаем, позволено пачкать, допустим, руки в краске. А на этих занятиях они могут себе это позволить. Следующий момент, один из способов арт-терапии, это работа на световом планшете. Здесь можно просто предложить ребенку порисовать обычный песок вот таких световых планшетов, он очень мелкий и очень приятный. Или же можно применять световой планшет при приемах сказкотерапии. Так, ну давайте, это вот следующий момент тоже. Дети рисуют определенные картинки и получаются у них, допустим, сказки. Следующий момент, вот спрашивали, был вопрос, музыкальная терапия. Музыкальная арт-терапия или музыкотерапия, она основана на процессе слушания музыки и музицирования. Она основана на способности музыки регулировать и развивать эмоциональную сферу личности. Еще в 19 веке было установлено учеными, что эмоции прослушивания музыки вызывают определенные эмоции, а также изменяется пульс, дыхание, скорость реакции и мускульные силы. Различные по эмоциональному образу и содержанию музыкальные произведения по-разному воздействуют на организм. Также вызывают определенные чувства. Так, мажорная музыка обычно вызывает светлое и радостное настроение, а минорная нас гоняет в грусть. Кроме тональности, на слушателя оказывает мощное воздействие темп, ритм, динамика и также музыкальное произведение может тренировать эмоциональный фон и эмоциональный мир ребенка. Средства музыкальной арт-терапии способствуют гармонизации личности с природной и социальной средой. Причина этому в том, что музыка имеет такие фундаментальные начала всего живого, как ритм и звук. При помощи музыки ребенка детей можно учить чувствовать ритм природы, человеческой жизни и ощущать многообразие звуков и созвучий. Установлено, что музыка воздействует на многие сферы жизнедеятельности человека и она проходит через три основных фактора. Это вибрационный, физиологический и психический. Также звуковые вибрации являются стимулятором обменных процессов даже на уровне клетки. Эти вибрации, как я уже говорила ранее, способны изменять различные функции организма, такие как дыхательную, двигательную и сердечно-сосудистую. Благодаря ассоциативным связям, возникающим в процессе восприятия и использования музыки, меняется и психическое состояние ребенка. Рекомендуется использовать в работе с детьми весь спектр широкий музыкальных инструментов и музыкальных произведений. Например, для укрепления и оздоровления дыхательной функции можно использовать духовые инструменты. Глиняные свистульки, свирели, игрушечные дудочки, губные гармошки. Это очень часто, мы знаем, у нас используют логопеды для постановки дыхания. При слабой или же мелкой моторике пальцев клавишные инструменты, допустим, игрушечная пианино, детский синтезатор. Девочка есть знакомая у меня, у нее заболевание ДЦП, она прекрасно играет на фортепиано. Она говорит, что именно музыка дает ей определенный заряд. Точно так же происходит и с детьми. При эмоциональных проблемах для снятия стресса напротив активации эмоциональной сферы необходимо ребенку прослушать музыку. Также музыка, возможно, для релаксации, для расслабления и очень эффективно использовать для расслабления допустим, звуки моря, леса и так далее. Восприятие музыки человеком представляет собой как бы процесс раскодирования слушателями чувств и мыслей, которые автор закладывает в свое произведение. Дети младшего и дошкольного возраста легко различают мажор и минор. Что касается эмоциональных реакций на них, то при предъявлении мелодии с аккомпанементом они проявляются в более раннем возрасте. У детей от 3 до 12 лет минорные мелодии часто ассоциируются со злом или грустью, а мажорные с веселым и нейтральным эмоциональным состоянием. Это то, что касается музыкотерапии. Как я уже говорила, зачем она используется? Для укрепления и оздоровления дыхательной функции. Я уже говорила, что можно использовать духовые инструменты. Также для развития мелкой моторики пальцев. Это у нас клавишные инструменты. для снятия стресса или напротив активизации деятельности ребенка. Какие же есть виды музыкотерапии? Здесь у нас существуют три вида музыкотерапии. Это рецептивная, активная и интегративная. то, что касается каждого из видов здесь, допустим, активная. Что у нас входит в активную? Здесь непосредственно ребенок сам воспроизводит музыку, сам создает музыкальное произведение. Рецептивная здесь у нас идет прослушивание и включение. в эти инструменты. Цель восприятия музыки. Так, я вижу вот опять вопросики. Давайте, пожалуйста, в папочку вопросики. Я отвлекусь опять. И в конце нашего вебинара я постараюсь ответить на них. какая цель восприятия музыки? гармонизация личности ребенка, восстановление и коррекция его психоэмоционального состояния. Существует несколько задач. Это регуляция, то есть повышение и понижение эмоционального тонуса ребенка, снятие психоэмоционального возбуждения, для расслабления у нас используется музыкотерапия, а также приобретение новых средств эмоционального выражения, формирование оптимистического жизнеутверждающего мироощущения, а также развитие общения со сверстниками, развитие умения передавать свое настроение через музыку, движение и свет. Допустим, это когда ребенок у нас непосредственно сам играет на музыкальном инструменте, а также моделирование положительного состояния, мы предлагаем ребенку запомнить то или иное состояние и когда ему грустно использовать музыку для того, чтобы вернуться в это состояние. Ребенок должен научиться целостно проживать художественные образы в разных видах искусства, то есть зрением, слухом, кончиком пальцев и всем своим существом, всем своим телом. Следующий момент это игровая терапия, это метод психотерапевтического воздействия на детей и взрослых с использованием игры. В его основе лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие личности. мы знаем, что игра это ведущий вид деятельности у нас в дошкольном возрасте, но при этом она сохраняется и проходит со всей жизнью человека, то есть она никуда не исчезает. Да, вид деятельности меняется, но кто из нас не любит поиграть, особенно дети, которые только-только перешли, допустим, к учебной деятельности, естественно, они любят игры. Какая же цель игровой терапии? Это не менять и не переделывать ребенка, а учить его специальным поведенческим навыкам и дать возможность прожить в игре, волнующей его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. Это не так, что у нас ребенок играет самостоятельно, а здесь взрослый принимает активное участие во всем этом и контролирует момент игры. Какие же виды игровой терапии у нас есть? Один из видов это недирективная игровая терапия. Это целенаправленная система, центром которой является ребенок как самостоятельная личность, которая способна к саморазвитию. Данный вид игровой терапии сосредотачивается на личности ребенка, а не на его проблеме. Особое внимание здесь уделяется тому, чтобы ребенок стал более адекватным как личность при помощи каких-либо текущих или будущих проблем. Здесь личность ребенка стоит как бы в центре внимания. Какие же задачи игровой, недирективной игровой терапии стать ребенку более ответственных в своих действиях и поступках, развивать более позитивную я-концепцию, стать более самоуправляемым, выработать большую способность к самопринятию и овладеть чувством контроля. Следующий вид это у нас игровой терапии, это директивная игровая терапия, это форма, в которой педагог выступает в роли организатора и руководителя психотерапевтического процесса с принятием на себя ответственности за достижение цели психотерапии. Она базируется на теории социального научения, здесь как бы педагог учит ребенка определенным техникам, определенным правилам поведения. И следующий вид игровой терапии это смешанная игровая терапия, это метод психотерапии, основанный на интеграции директивной и недирективной игровой терапии. Синтез наиболее удачных приемов игровой терапии это различные варианты игровых действий с учетом индивидуальных возможностей ребенка. Здесь использование смешанной игровой терапии для коррекции личностной сферы у дошкольников или же у детей с УВЗ становится возможным при четком отслеживании личностного образования. Здесь педагогу или воспитателю нужно быть предельно точным, чтобы в определенный момент с директивной игровой терапией перейти на недирективную и не упустить момент этого перехода, когда необходимо отпустить ребенка, когда необходимо что-то придержать. Игра в отличие от неигрового типа в игру ребенок включается намного быстрее и это идет более качественней это включение. Следующий вид арт-терапии это сказка-терапия, это процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни. Это процесс переноса сказочных замыслов в реальность. Этот метод особенно эффективен с детьми с задержкой психического развития, так как позволяет ребенку актуализировать и осознать свои проблемы, также увидеть пути их решения. сказка для ребенка определенный вид особая реальность, которая позволяет ему раздвигать рамки обычной жизни. Даже кому из нас взрослых не хотелось бы очутиться в сказке, а детям так тем более. Когда ребенок слушает сказку, он соединяет себя с образом сказки и соединяет свой опыт, начинает обдумывать тот или иной момент своего поведения с другой стороны. Сказка обеспечивает очень глубокий эффект на детей. Какие же уровни глубины восприятия сказки существуют? События сказки задевают эмоции, герои и их отношения между собой проецируются на обычную жизнь. Ситуация кажется похожей и узнаваемой по ассоциации. За счет этого ребенок будет работать над сказкой, обдумывать поступки главных героев и обдумывать после чего свои поступки. Следующий уровень это сказка напоминает о важных социальных и моральных нормах в жизни, отношениях между людьми, о том, что такое хорошо и что такое плохо. Да, мы знаем, что издревле сказки нас учили хорошему и сразу говорили о том, что плохо. Сказка задевает глубинный механизм подсознания. Сохранившиеся архаичные элементы часто непривычны для разума. При помощи сказки мы можем доставать наше неосознанное, то, что ребенок не осознает самостоятельно. Какие же виды сказок существуют? У нас существует пять видов сказок. Первый это художественные, народные и авторские сказки. Следующий это дидактические сказки, созданные педагогами для подачи учебного материала или для подачи задания. Мы знаем, что очень часто мы применяем возможность введения сказок в то или иное занятие для того, чтобы дети лучше усвоили материал или лучше восприняли какое-либо задание. Следующие это психотерапевтические сказки, сказки, которые лечат душу и раскрывают смысл происходящих событий. Возможно, при помощи сказки ребенку или клиенту проще воспринять происходящее событие. Следующие это психокоррекционные сказки, сказки, созданные психологом или педагогом для мягкого влияния на поведение ребенка. Ребенок, соответственно, ассоциирует себя с героем сказки и выявляет ту или иную технику поведения. Следующие это медитативные, созданные для накопления положительного образа, образного опыта, снятия психоэмоционального напряжения, создание в душе моделей взаимодействия с другими людьми и личностного ресурса, сказки при помощи медитаций. Какие же еще существуют методы терапии? Один из методов терапии это имаготерапия. Сейчас я коротко о каждой терапии расскажу. Имаготерапия это занятие театрализованной деятельности, они дают положительную динамику в качественном развитии, воображения и формирования творческого компонента. Также обеспечивают становление знаково-символической функции мышления и произвольного внимания. Также еще очень интересный метод для детей это куклотерапия. Можно ее воспринимать как часть имаготерапии и можно легко использовать при помощи кукол, элементы сказкотерапии. Работа с куклой помогает самостоятельно ребенку корректировать свои движения. Допустим, если, опять же, ребенок у нас очень плохо двигается, он может двигать куклой, что позволит ему выразить свои эмоции при помощи куклы. также дети очень часто стесняются, потому что выходить на сцену для них это определенная скованность, но при этом, когда они выходят с куклой, во-первых, они выходят как бы не одни, и на сцену по большей части выходит кукла, а не сам ребенок. Также кинезитерапия это ритмические движения, которые формируют двигательный самоконтроль и произвольное внимание. Совершенствуется здесь у нас координация движений и развивается воображение. Еще один из методов это воспитание природой, может быть флоротерапия, терапия цветами, ипотерапия, мы знаем, что это у нас терапия при помощи лошадей, и акватерапия это терапия при помощи воды. Сама по себе природа это как бы кладовая красок звуков и положительных ощущений и эмоций. Главное необходимо направить все эти ощущения и эмоции в нужное русло, тогда она окажет неоценимую пользу. Но это основные методы терапии, которые я хотела бы вам рассказать, как хотелось бы как вариант от вас услышать, какой из методов наиболее интересен, допустим, возможно, следующий вебинар будет подготовлен именно по этому методу. Давайте посмотрим вопросы, которые есть у вас. Сейчас минутку я открою. Так, с какого возраста можно применять дополнительное рисование, если ребенок эмоционально неустойчив? Ну, смотрите, само рисование мы можем применять, как только ребенок может брать кисточку в руки, но опять же нужно смотреть именно уровень развития каждого ребенка. Здесь возрастных ограничений как таковых нет, но если вы видите, что ребенок готов к включению в группу, тогда да, можно включить его в дополнительное рисование. Так, ну, здесь вот еще вопрос на электронную почту. Так, сейчас минутку у ребенка синдром дауна. Так, я просто совсем не пойму вопроса. Возможен ответ, да, ответ возможен на электронную почту, но не совсем понимаю вопрос. Да, он, допустим, не хочет заниматься глиной, то его не нужно заставлять это делать. Ну, вот, Светлана Леонидовна, уточните, пожалуйста, вопросик. А, какие технологии можно применять? Все, поняла. ну, смотрите, допустим, он любит, чтобы ему читали сказки, мы можем применить технологию рисования, допустим, на световом планшете, в этот момент читая ему сказку, то есть, на сказку у него идет положительное закрепление, он это любит, плюс мы призываем его к деятельности, допустим, к рисованию на световом планшете и постепенно включаем его в эту деятельность. Мы можем на основании того, что ему нравится, ну, как бы побуждать его к тому моменту, чтобы он проявлял свои способности. Так, 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 ну, давайте быстро посмотрю сейчас еще, если где-то потерять какие-то вопросики, я просила писать, конечно, вопросы, но, может быть, кто-то где-то, так, вот, вижу, если сложно сочетание зоологии при аутизме, ребенок боится всего. Ну, с одним предметом, смотря, опять же, с каким предметом, мы можем предложить, смотря, что это за предмет, допустим, если это какая-то игрушка, то мы можем предложить ребенку, опять же, допустим, один из вариантов, это работа с кинетическим песком, мы можем предложить построить домик из песка для этой игрушки, и, допустим, искупать, это у нас будет работа с водой, да, искупать, предложить ребенку искупать эту игрушку, и, опять же, мы будем видеть определенный эффект, именно на основании этого предмета проводить дальнейшую работу. Так, еще смотрю вопросики, если какой-то вопрос пропустила, пожалуйста, продублируйте его. Так, вот еще вопрос, если ребенок с ОВЗ не может заниматься весь урок, или по каким-то причинам не хочет, как быть, если занятие проходит в группе? Ну, ребенка, естественно, мы никуда деть не можем, если есть возможность тьютера сопровождения, то, естественно, за ним следит тьютер, если такой возможности нет, то ребенок все равно должен находиться в классе, при этом он может не заниматься, но, опять же, находиться в классе, после чего, может быть, его заинтересует этот момент, и ребенок будет заниматься уже в группе, он будет включен в нее, или же у него внимание на несколько минуток отвлечется, после чего он опять вернется в группу. Так, 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 акватерапия и маготерапия, так, 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 тут вот у нас Ирина Викторовна предлагает набрызг, да, это действительно очень интересная техника, вебинар, интересно, то вы тоже можете написать, есть полностью вебинар, подготовленный именно изотерапии, различным техникам рисования, там есть и видеофрагменты, которые именно как мастер-классы, если это интересно, можете тоже отметить, мы будем с организаторами иметь этот момент в виду и, возможно, подготовим именно по данным направлениям вебинар, спасибо, да, очень приятно за отзывы, так, ну, давайте еще минуточку, я жду, если какие-то вопросы, если нет, потом уже по ходу отвечу немножечко позже, так, ну, на остальные вопросы давайте тогда буду отвечать уже позже, пожалуйста, очень приятно было сегодня вести вебинар, очень приятно за положительные отзывы, ну, на сегодня у меня все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok